Добрый день, вас приветствует студия Климатический Эксперт. Давайте рассмотрим, что сегодня произошло в мире. После наводнения Германию накрыли морозы, это грозит катастрофой. В Нижней Саксонии, несмотря на падение уровня воды, целые районы и города всё ещё находятся под водой. Наступающий мороз может нанести дополнительный ущерб. После наводнения пожарные опасаются катастрофы в некоторых домах. При замерзании вода расширяется на 10%. Это расширение может создать такое высокое давление, что материал или компоненты разрушатся. Домовладельцы, чьи подвалы заполнены водой, не должны впадать в панику. Умеренный и непродолжительный мороз не приведёт к замерзанию стоячей воды в подвале, заявила Кристин Баденбом из Центрального объединения немецкой строительной промышленности. Они должны больше заботиться об откачке воды, но не должны упускать из виду и остальные опасности. Хотя зима вернулась в Германию внезапно, она вряд ли уйдёт так же быстро, как пришла. По прогнозам метеорологов, похолодание и минусовые температуры могут сохраниться в течение ближайших недель. Синоптики Люди максимально кутаются в тёплую одежду, а синоптики объявляют погодную угрозу на большей части британских островов. На нас обрушился полярный взрыв, пишет крупнейший британский таблоид Daily Mail. Температура на улице опустилась до минус 10 градусов и выпал снег. В то время как более 100 предупреждений о наводнениях остаются в силе. Сегодня днём и вечером в некоторых районах выпадет до 10 сантиметров снега, бьют тревогу метеорологи. Метеорологическое бюро выпустило предупреждение о гололёде в южной части Англии и Уэльса. В больницах объявлен янтарный сигнал тревоги из-за возможного всплеска простудных заболеваний. Воздействие холодной погоды, вероятно, будет ощущаться во всей системе здравоохранения в течение длительного периода времени, предупреждает Агентство безопасности здравоохранения Великобритании. Франция закрыла основные дороги из-за похолодания. Французские власти накануне временно закрыли две основные автомагистрали страны А13 и А12 к западу от Парижа. Причина – аномальная для страны погода 7-11 градусов ниже нуля. По этим дорогам пытаются направить грузовики с солью для посыпки дорог, а также организовать эвакуацию застрявших машин. Из-за обледенения магистралей в районе Парижа были заблокированы тысячи грузовых и легковых машин. Министр транспорта Климан Бон заявил, что Национальное метеорологическое агентство не предупредило о выпадении большого количества снега и понижении температуры ниже нуля градусов. Ожидается, что холод усугубит проблемы в регионе Паде-Кале, где в последние недели произошли разрушительные наводнения. Накануне заместитель министра жилищного строительства Патрис Вергрити заявил, что 120 миллионов евро было выделено на предоставление временного приюта примерно 10 тысячам пострадавших. По меньшей мере 4 человека погибли из-за разрушительных торнадо, пронесшихся через несколько штатов США. Мощные торнадо обрушились на штаты Алабама, Джорджия, Флорида и Северная Каролина. Всего на восточном побережье США было зафиксировано 14 торнадо. В результате непогоды погибли как минимум 4 человека. В Северной Каролине в округе Котоба погиб один человек, еще двое получили тяжелые ранения. В Джорджии погиб водитель автомобиля, на который упало дерево. В штате Алабама погибла 80-летняя женщина, чей передвижной дом несколько раз перевернулся во время урагана. Сильный ветер вызвал массовые отключения электроэнергии, которые затронули более 800 тысяч домов и предприятий на востоке США. Авиакомпании отменили около 2000 рейсов. Более 21 тысяч рейсов по всей стране были задержаны. Во Флориде были закрыты многие школы и правительственные здания. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 49 из 67 округов штата. В настоящее время специалисты занимаются разбором завалов. По информации экстренных служб, больше всего от стихии пострадали города. Марианна, Панама-Сити и Форт Лодердел. Местные власти готовятся к новым неблагоприятным погодным условиям и их последствиям. По прогнозам синоптиков, еще несколько мощных торнадо движутся к восточной части страны. Местные власти А по восточному побережью Соединенных Штатов прокатился сильнейший зимний шторм. Удар стихии оставил без доступа к электричеству более 650 тысяч домов в 12 штатах перед сильнейшими морозами, которые ожидаются в регионе через несколько дней. Пенсильвания Около 50 тысяч школьников перевели на дистанционное обучение. Шторм также вызвал полосу ледяного дождя. Дороги превратились в каток, повалены деревья, повреждены линии электропередачи. Синоптики предполагают, что шторм охватит большую часть страны к востоку от реки Миссисипи. Сейчас он движется к северо-востоку США. Экстремальные погодные условия напомнили многим американцам февральские морозы 2021 года. В результате которых миллионы людей в Техасе и других центральных штатах США остались без электричества, воды и тепла на несколько дней. В Японии продолжают искать погибших в результате мощного землетрясения, которое произошло 1 января. Число жертв уже превысило 200, еще 68 человек числятся пропавшими без вести. Для крупномасштабной поисковой операции в пострадавших районах власти Японии выделили 6300 военнослужащих сил обороны. Но по-прежнему мешают холодная погода, сильные дожди и снегопады. Также правительство одобрило выделение 33 миллионов долларов на восстановление и на помощь пострадавшим. Эти деньги выделят из бюджетных запасов. Обещают принять и другие меры. На данный момент тысячи местных жителей остаются без воды и электричества. И когда начнут восстанавливать инфраструктуру, им пока не сообщают. Доставку помощи также затрудняет непогода. Когда начнется реконструкция? Когда построят временное жилье? Может быть, это еще не решено, у нас здесь нет информации. Если что-то решено, мы хотим знать. Если у нас не будет условий для жизни здесь, то нам нужно подумать о переезде. Мы хотим получить информацию о том, сколько все это продлится. До каких пор нам нужно будет приходить за водой? Ходить в уличный туалет тоже сложно, говорит жительница пострадавшего района. Землетрясение магнитудой 7,6 баллов произошло на полуострове Ното в префектуре Исикава на западном побережье Японии в первый день нового года. Оно стало самым смертоносным для страны со времен землетрясения 2016 года на южном острове Кюсю. Сильный циклон принес на Чукотку снегопады и метели. Снег не прекращается второй день, а ветер буквально сбивает местных жителей с ног, его порывы достигают 24 метров в секунду. Не работают школы, задержаны вылеты самолетов из аэропорта Анадыря. Видимость на дорогах нулевая. Спасатели не советуют автомобилистам садиться за руль, а пешеходов просят оставаться дома. Прибывший в это время на Чукотку президент России Владимир Путин добирался до Анадыря маршрутом, который официально еще не открыт. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент приехал из аэропорта в Анадырь на снегоболотоходе. По словам Пескова, зимник, которым воспользовался Путин, официально откроют только в феврале. «Все, можно сказать, на свой страх и риск этим пользуются», — пояснил он. Толщина льда еще не такая, чтобы гарантировать безопасный проезд любых видов транспорта, — отметил представитель Кремля. Вместе с тем перед проездом Путина зимник был неоднократно проверен сотрудниками передовой группы, — добавил Песков. Песков. Вот такая, прикинь, смотри, везде. Вот там Московка старая, вон 12-ти этажки. Вот они, все потухшие, вообще все дома потухшие. Смотри, вот Сибирский проспект, туда-направо, Гашик. Покинь, вообще они где, Света? Треть Омской области и половина областного центра остались без света из-за срабатывания аварийной защиты на подстанции Таврическое. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ региона. Позднее губернатор в своем телеграм-канале написал, что энергетики провели работу на подстанции. Удалось восстановить подачу электроснабжения. Электричество в дома большей части потребителей вернули примерно через 30 минут, подстанция снова работает.